Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля Расулли Ллах. Дорогие братья мусульмане, вот наступило время, наилучшее время в Рамадан месяце. Последние 10 дней Рамадана. Пророк, салляллаху аляху асалям, постоянно отекафа последние 10 дней Рамадана. Аиша, ради Аллаху Анха, жена нашего пророка, салляллаху аляху асалям, сказала, Пророк, салляллаху аляху асалям, всегда в последние 10 дней отекафа сидел. сидеть в мечети с намерением поклонения и не выходить с мечети, кроме острой нужды. Кушать, исправлять нужду только для этого. А постоянно спит в мечети, молится и не выходит. Каня атаке, в последней десне мечети, так сидел пророк, саллиллаху алейху салам, хатта тавафа хула, пока он не умер. Саллиллаху алейху ассалам. Потом после него, потом после пророка, саллиллаху алейху ассалам, его жены тоже после смерти пророка, саллиллаху алейху ассалам, жены тоже также 10 дней и атака фасад. И атака фасад это женщинам и мужчинам. Разницы нету. В мечети 10 дней и атака фасад. Этот хадис указывает, что мы тоже следовали за пророком, саллиллаху алейху ассалам. Для чего мечеты сидятся? Чтобы не пропустить Лай-Лату-Л-Кадр. Привести последние 10 дней поклонения. И чтобы получить Аджр Лай-Лату-Л-Кадр. От него много пользуется. 10 дней ты отделяешься от всего мира, от мирских дел. Уединяешься с Аллахом Субхану Хуата'алу. Поклоняешься. И вырабатываешь для себя иман. Увеличиваешь иман. Оставляешь вообще грехи, мечети сидишь. Только поклонение 24 часа. Именно какой ночь является из 10 дней Лай-Лату-Л-Кадр. Разногласия ученых, это то. Более правильное мнение, она переходит. Может быть, в этом году будет 21 ночь. С следующего года 25, следующего 27. Многие ученые сказали, что это 23 ночь. Есть кто поклялся сподвижник пророка, что это 27 ночь. Но более правильное мнение, она переходит. Из-за этого все 10 дней последние, если оживет мусульманин, он попадет в Лай-Лату-Л-Кадр. Если в нынешнее время мечеты закрыты, не оставляет, я так как мечеты делают, хотя бы эти ночи увеличивайте свое поклонение дома. Увеличивайте свое поклонение дома, чтобы получить Аджир Лай-Лату-Л-Кадр. Аиша, ради Аллаху, рассказывает и говорит, Пророк, когда последние 10 дней доходил Рамадан месяца, начинались, Шаттами-Зараху, он туго завязывал свой изар, нижний час одежды. Ва-Ахья-Лай-Лах, и оживлял ночи. Ва-Ай-Кал-Ва-Ахлях, и свою семью тоже будил. Имам Муслим продолжает это, этот хадис рассказал имам Муслим Бухари. Муслим еще есть добавок этого хадиса и говорит, он старался последние 10 дней поклонениях, которые он не старался до этого. Он увеличивал поклонение последние 10 дней. Пророк, пророк, саллиллаху алейкум, последние 10 дней не оставлял из своей семьи спать, тот, кто мог стоять, не болел, здоровый, всех он будил, чтобы они поклонялись, чтобы они ибады делали последние 10 дней. И даже то, что халал, даже оставлял это по весне. Что это? Свою семью, близость с женами, это тоже оставлял, поклонялся пророк, саллиллаху алейкум, и эти дни надо увеличивать читание Корана, если даже тот, кто не докончил. Катада, рахмахуллах, он до конца Рамадана каждый три дня Коран заканчивал. Даже некоторые, возвышая эти дни, салафи, даже каждую ночь купались. Купались, одевались в чистую одежду и начинали поклоняться Аллаху, субханаху ва-та'аля. За это, братья, мусульмане, последние 10 дней, тем более, и мечети закрыты, остаетесь дома. Семьями читайте Коран. Делайте таравейх. Поминайте Аллаха, субханаху ва-та'аля. Слушайте полезные лекции, чтобы эти 10 дней прошли наилучшим образом, и вам Аллах, субханаху ва-та'аля, вознаградил, как будто оживили лейла-тур-кадр. Один из этих 10 дней есть она. Кто все эти 10 дней оживит, он получит ожир лейла-тур-кадр, вознаграждение лейла-тур-кадр. Вознаграждение лейла-тур-кадр мы знаем лучше, один ночь лучше, чем тысячи месяцев. Последние 10 дней, и его ночи, кто оживет, ночи, кто оживет до утра, он получит ночь лейла-тур-кадр, ночь предопределения. За это, братья-мусульмане, старайтесь побольше. Жизаку мулаху хайран. Тем более, в этих 10 дней, в своих мольбах, не забудьте нас тоже, в ваших дуа. Жизаку мулаху хайран.